Чеховские медведи Все-таки соперники этих команд по полуфинальным матчам выглядели проходимыми Так в итоге и получилось Краснодарцы в одной второй справились с Динамо Виктором Подмосковный коллектив разобрался с Саратовским СГАУ И естественно планировал разобраться с Кубанским клубом Которому ни разу своей истории не проигрывал Стандартная ситуация Медведи впереди, Скиф догоняет Таково краткое описание первого тайма А вот вывод его для хозяйских трибун отличный Краснодарцы на перерыв уходят с преимуществом в один мяч В концовке кубанскому клубу удалось прибавить Итог 16-15 Я прекрасно понимал, что Сейчас уже Криками или чем-то невозможно Сбудорачком Просто взбадривал их Видно было, что одна команда уставшая Через не могу, но все равно сражались В то, что Скиф наконец-то сможет обыграть Чеховских медведей Болельщики поверили к середине второго тайма Когда хозяева повели четыре мяча К концу 30 минут и гости отрыв сократить смогли До одного результативного броска Однако сделать его от подмосковных гандболистов так и не получилось 30-29 кубок у Скифа Мы просто счастливы Еще не успели, наверное, понять, что мы сделаем Наконец-то мы выиграли у медведей Сейчас немножко отдохнем Не знаю, ну куча эмоций Шкуринский, кстати, признан лучшим игроком этого матча Самый ценный гандболист турнира Краснодарец Карлов Они, а также их партнеры Сделали то, что до матча казалось невозможным Впервые за 25 лет Скиф завоевал трофей Владимир Черкашин, Ирина Петенева Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар Еще один повод для радости футбольный Краснодар во второй раз в сезоне одолел Казанский рубин Причем сделал это при рекордно низкой для себя В этом году аудитории Казань-арену посетило всего 3000 зрителей В рубин не верят, похоже, ни болельщики Ни сами казанские футболисты Быки же на протяжении всей встречи Выглядели активнее и изобретательнее в атаке Открывать счет уже на девятой минуте должен был Смолов Не хватило нескольких метров В дальнейшем возможность отличиться имели Гранквист, Газинский И все тот же Смолов Настырность Федора дала свои плоды в начале второго тайма Гранквист отдал, Смолов попал 1-0 Цифры на табло до конца игры так и не изменились Минимальная победа горожан И смотрим теперь на турнирные расклады Вот так расположились команды в таблице после 23-го тура Возглавляют список по-прежнему москвичей Первый Спартак, ЦСКА на второй строчке Третье место у питерского «Зенита» Но нас, конечно, интересует больше всего положение наших футболистов Краснодар на четвертой позиции 38 баллов у черно-зеленых В четырех очках от нас «Локомотив» В пяти «Терек», «Уфа», «Амкар» и «Ростов» Преимущество горожан перед соперниками в битве за Еврокубки неплохое До третьей строчки пять очков, до второй шесть Есть успехи у нас и баскетбольный «Локомотив» Кубани держал четвертую победу подряд в единой лиге ВТБ Дома коллектив Саша Абрадовича переиграл эстонский «Калиф» Хозяева на протяжении всего матча доминировали И на большой перерыв заслуженно уходили победителями 45-37 Во второй половине игры усилиями Вуюкаса, Джонса и Рочести Которые в сумме набрали 50 очков Красно-зеленые увеличили преимущество И уверенно победили 86-75 Краснодарцы по-прежнему борются за третье место с Химками Права на ошибку у Абрадовича и компании больше нет Следующую встречу единой лиги ВТБ «Локомотив» Кубань проведет в Перми В среду сразиться предстоит с местной Пармой И давайте о матчах, которые на этой неделе нас интересуют, продолжим О битвах гандбольных обязательно нужно упомянуть 20 апреля в четверг наша женская команда сыграет в четверть финале российской суперлиги с Динамо Синарой Кубань отправляется в Волгоград А Краснодарский скиф в Астрахань Кубанскому коллективу тоже предстоит в одной четвертой с Динамо сразиться с Астраханским В воскресенье у гандбольной Кубани встреча домашней Ответный четвертьфинальный матч с Волгоградским Динамо В это же время прозвучит стартовый свисток матча в баскет-холле «Локомотив» Кубань встречает Смоки Минск А ровно через час в 17.00 футбольный Краснодар проведет предпоследнюю домашнюю игру этого сезона В соперниках Тульский Арсенал И еще один футбольный матч, который мы ждем и дождемся уже завтра Стартует женский сезон Для Кубаночки он стартует дома В первом туре чемпионата страны наша команда примет действующего бронзового призера российского первенства Клуб Рязань ВДВ Краснодарские предыдущий чемпионат провели не так хорошо Всего лишь одна победа была одержана Зато в Кубке страны Кубаночка дошла до финала Посмотрим, что получится у коллектива Татьяны Зайцевой в этом сезоне Он начинается завтра Первая игра пройдет на стадионе труд Начнется она в 16.00 Вход свободный К другим видам спорта В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Турнир такого уровня в краевой столице проходит впервые Побороться за награды приехали 200 человек из 35 регионов страны Дольше всех добиралась к нам сборная Камчатского края Большинство спортсменов впервые посетили столицу Кубани Краснодарский край на турнире представляют 10 пловцов Первый соревновательный день выявляли сильнейших на 50-метровой дистанции Вольным стилем, 100-метровым брасом Также преодолели 150 метров комплексным плаванием И эстафету 4 по 100 метров Готовились мы очень-очень долго Мы знали, что у нас будет в Краснодаре уже в декабре Мы после Кубка России приехали Некоторым дают отдых А у нас на следующий день уже была тренировка Наталья Павлюкова, кстати, эти соревнования наверняка запомнит надолго По результатам первого дня она смогла выполнить нормативы мастера спорта Впрочем, возможность проявить себя будет и у остальных пловцов Впереди еще три соревновательных дня Завершится турнир 20 апреля Традиционная рубрика «Герой недели» наш выпуск завершит Эти семь дней с нами полузащитник футбольной Кубани Алексей Гай Он в составе желто-зеленых Без сомнений самый титулованный игрок команды В Лиге Европы побеждал в чемпионате Украины Но начнет свой рассказ Алексей не с титулов Сегодня о том, почему выбрал Кубань Сейчас это уже не имеет никакого значения То, что кто там был, какие варианты Я не люблю смотреть назад И это мне уже не столь интересно Кубань выбрал Было конкретное предложение Где я четко услышал позицию клуба Желания, задачи И я думаю, для меня и для семьи В принципе, больше ничего не надо Меня устроило то, что нам предложили И мы с легкой душой приехали сюда Как я могу жалеть о том, что произошло Я не такой человек Если мы здесь, значит для чего-то мы На данный момент я себя и до этого чувствовал В принципе комфортно Все мы должны расширять свою зону комфорта И учиться жить там, где судьба куда-то занесет И то, что сейчас у меня есть У меня нет никакого дискомфорта Ни в Кубани, ни в Краснодаре То есть, конечно, есть какие-то проблемы Какие-то там преграды Но это часть жизни Где мы должны через это пройти все вместе Пока с вами на этом прощаюсь Отличного вечера вам желаю И успешной рабочей недели До встречи Специальное предложение от Development York Квартиры с ремонтом за 1 миллион 380 тысяч рублей Ипотека без первоначального взноса Материнский капитал Рассрочка Телефон в Краснодаре 2555-222 Редактор субтитров А.Семкин